Самая подлая фотография в мире, которую я видел, вот левацко-фашистская, да, это, с одной стороны, двойная фотография. Значит, тут демотиватор, тут негритенок, тощий в Африке, тут сытый бюргер. Объясняю, в чем подлость. По идее, мы должны сразу сказать, ой, какой кошмар, как может этот бюргер, шучка, как может. Этот бюргер, этот европеец, он всю жизнь, с детства трудился. Он вставал рано, в 6-7 утра вставал, значит, образовывался, ясли, школа, институт, он нервы на экзаменах, нервы на работе, примут, не примут, планированные семьи, каждый день эта работа, каждый день, чтобы вот эта рубашечка вот так выступала, как, что о тебе подумают, как причесаться, это труд, это работа, это нервы, это здоровье. И так много поколений подряд, и поэтому они имеют право хорошо жить. Что происходит в Африке, да, значит, веками палка-копалка. Ну, совокупляются, ну, они совокупляются, едят. В чем биологическая разница, не скажу с кем, никакой разницы. Теперь смотри, значит, дальше. Европейцы, не другие африканские страны, где есть, появились вдруг деньги, там есть и нефть, появляется ли что-то, тебе ни копейки не дадут, другим африканам, ни копейки, только плохие европейцы. Почему нельзя их спонсировать, там, деньгами и всем прочим? Почему это опасно? Объясняю. Потому что, что происходит в Конго, везде, в остальных, вот, основные политические события? Это резня племен друг друга. То есть, если ты их кормишь, у них появляется больше энергии в организме, а их не будут читать рильки или слушать Офенбаха. Нет. Они еще больше расплодятся, у них будет еще больше энергии, и они начнут между племенами опять войну, опять беженцы, опять то, что я рассказал. То есть, дальше. И потом, вот он сейчас умрет. Кто сейчас умрет? Если бы они все умерли бы, то не было бы этой фотографии. Кстати, сделанный на тот фотоаппарат, который сделали, опять-таки, не те и не те, а сделали европейцы своим трудом, талантом и доскипотом и кровью. Они не умирают, они прекрасно себя чувствуют, значит, потому что, иначе бы уже закончилось много веков назад. То есть, им хватает все равно для какой-то минимальной жизненной деятельности. Но, если вы, вот там, смотрят верующие, там, христиане, допустим, вообще, я не понимаю, в чем проблема. Это все происходит по воле Бога. Это первое. Второе. Если вдруг он умрет, мы же здесь мучаемся с тобой на земле, да, а он сразу пойдет в рай, рассказывает, значит, попадет этот африканец, маленький, в рай, тут ему в раю сразу, на еврейском языке скажут, что он в раю, апостол, ну, в общем, другого какой язык, правильно, да, что, значит, в раю выдадут ему тапочки, халат, трехразовое питание, как у меня в пятизвездочном отеле было на Кворку. Все выдадут. Девственницы там много тысяч. Нет, это в другом. Это в другом. Другой опыт. Я, ты знаешь, я купил брошюру по всем этим древним фольклорам, никак не могу дочитать. Ну, вот, значит, выйдут все, и он будет счастливый. Поэтому, пожалуйста, пусть все будет по воле Бога.